Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян до 5 миллиардов рублей. Злоумышленники придумывают все новые способы выманивания денег. В придачу к давно известным схемам в последнее время распространились новые. Такие как, например, фейковые инвестиции. К сожалению, на удочку злоумышленников попадаются и жители Тверской области. О том, как тверичане реагируют на опасные звонки, мы узнали, проведя опрос на улицах столицы Верхневолжья. Из года в год число жертв так называемых телефонных мошенников растет. В том числе и в Тверской области. С развитием современных средств связи злоумышленники придумывают все новые способы отъема средств у доверчивых граждан. Звонят по телефону, пишут в интернете, присылают различного рода сомнительные СМС-сообщения. На подобные случаи реагируют сотрудники правоохранительных органов. Наиболее распространенными остаются так называемые дистанционные мошенничества, совершенные с использованием средств сотовой связи, сети интернет. За 2021 год на территории города зарегистрированы 1777 фактов мошенничества и трассы с использованием сотовой связи интернета. Иными словами, около 2000 жителей областной столицы за прошлый год стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Цифра, надо понимать, немаленькая. Как часто тверичане сталкиваются с телефонными злоумышленниками, как реагируют и что советуют тем, кто не хочет лишиться своих сбережений? Эти вопросы мы задали жителям Твери на улицах города. Когда-нибудь с телефонными мошенничествами сталкивались? Звонили вам какие-нибудь странные люди? Мне каждый день иногда звонят просто с номеров. Не обязательно то, что отвечают. То есть это я отвечаю и сразу сбрасываю. Что предлагают? Как понимаете, что это мошенники? По какому признаку вычисляете? Потому что они сразу сбрасывают, значит, нарабатывают базу, так сказать, этих клиентов. Стоит задача как можно дольше разговаривать, поддерживать диалог. Они первые ее не положат, так смысл с ними спорить какой-нибудь. Я не беру даже. Я беру чужой голос и кладу. Я с ними не разговариваю. У нас одна женщина вот так попала и хорошо поделилась с нами. И мы как на опыте ее, как только начинается предлагать, вот это все мы сразу обрубали. Звонят либо из каких-то псевдобанков, ну не из псевдобанков. Я уже готова. Я знаю, что номер, это не банковский, через Авито звонят. И вот эти вот посты в социальных сетях. То есть не только звонки. Я уже развесила, а когда начали спрашивать все данные, я отключилась. А что, какие данные спрашивают? Какие чаще все данные спрашивают? У вас что спрашивали? Паспорт, карта, снилс. Я просто сбрасываю. Вы даже не берете? Я даже не слушаю. Потому что и по номеру телефона понятно, что это мошенники. Я даже не дослушиваю, что они говорят, просто сбрасываю. С вашей карты только что была списана огромная сумма. Чтобы сейчас найти мошенника, предотвратить это, продиктуете номер своей карты и сзади вот этот вот код. Как реагировали? Что делали? Знаете, во-первых, они мне позвонили с московского городского номера. Это уже как бы, знаете, говорит о чем-то, да? Вот. Но я сразу это сказала. А почему мне звонить с такого номера? Они бросили трубку. Что бы посоветовали тем, кто, допустим, попадается на удочку мошенников, кто вступает в них в диалог, какой совет бы дали? Ну, не поддаваться на провокации какой-то. Подозрительные номера, сомнительные предложения, кладите трубку и все. Кто попал в такое, надо делиться. Не держать в себе, чтобы другие не попали. Вот на такие мошеннические действия. Любой незнакомый номер, сразу думать о том, что может быть это мошенник. Тем более сейчас, как бы в непростые времена, все хотят заработать. Будьте бдительны. Столько об этом говорят, столько людей на этом, как говорится, попадались. И все равно люди верят, и все равно и вот так вот попадаются на этом. Ну, пусть, наверное, все-таки как-нибудь уже поймут это. Кажется, добавить к этому больше и нечего. Будьте бдительны.